Радио 54 Первое. Областное радио Желательно это лопаты для уборки снега Это ведра Обычные, можно пластиковые Эмалированные, неважно То есть куда можно тот же самый снег Закинуть, выкинуть Чтобы мыть полы То есть химия А какой территории мы говорим Вообще у приюта территория В один гектар То есть территория достаточно большая Но она естественно не вся Заселена, то есть где-то частично Стоят домики То есть вольеры для животных Огороженные Ну, то есть как бы Работы много Если кто хочет То есть можно даже еще помочь Нужны не только лопаты Но еще и держатели лопат Да, то есть в приют всегда можно Не только принести лопату Но еще и помочь этой лопатой Также принимаются Моющие средства непосредственно Чтобы мыть эти самые вольеры Порошки, белизна Принимаем вещи То есть ветошь Элементарно старое постельное белье Какие-нибудь там полотенчики Единственное, чтобы это все было в чистом виде Александра, а может быть есть какой-нибудь телефон Да, по которому можно позвонить И узнать, чем именно можно помочь приюту Да, конечно Ну, можно в Зодиак, наверное, позвонить Да, то есть контакты в акции у нас указаны Можно позвонить непосредственно В обе центра Зодиак Там вам подскажут Ну, еще основное Это вот мы принимаем корма, естественно Это крупы, не обязательно там дорогущие Премиум питания Это вот гречка Ой, гречка, точнее, нет А, гречку нельзя Да, вот тут мы начинали тоже Вот нашу оплошность Мы сегодня собирали гречку Нет, на самом деле принимается Геркулес и яичка Это самая быстрая каша, которую можно варить А почему гречку нельзя? Потому что гречку очень долго заваривать А, готовить проблемы Да, проблема с готовкой Поэтому Геркулес и яичка Наши все Это закинули, сварили То есть вы не кормите готовыми кормами Вы стараетесь сами все это Готовыми кормами можно Но лучше Очень дорого Да, дороговато получается И варить То есть проще варить Есть огромные печи То есть принимаем дрова Непосредственно Которыми можно топить Те же самые печи Также лекарства Это ошейники Противопаразитарные поводки Также вакцины Поливак для кошек А набивак для собак Это тоже вот все это Вакцины Подстилочки Всевозможные перчатки Шприцы То есть одноразовые Ну понятно То есть все-таки лучше позвонить Уточнить Да Если детально, да Да, если хотите уточнить Звоните Непосредственно в любое время Всегда ответим О каком количестве животных Вот на сегодняшний день Идет речь Если мы говорим о приюте Для бездомных животных В защите животных Сколько там их Кто там На данный момент В приюте находится Около 280 собак 135 кошек И из них Около 50 животных Уже Находится на дошите Либо То есть В плохом таком состоянии Слушайте, ну если такое количество Только в одном приюте Может у вас есть данные По Новосибирску Вообще Сколько бездомных животных В городе Которые не в приютах На улицах города Такое, к сожалению Ну-ка откуда же тебе Такую статистику А во сколько приютов Это хороший вопрос Вообще не знаете Сколько Приютов в Новосибирске Ну одни из самых крупных В среднем Которые я знаю Это Ну приюта 4-5 точно Они достаточно Вот одни из крупных И в каждом Вот примерно Такое количество Животных Примерно, да И оно каждое С каждым днем Оно может увеличиваться Потому что Люди элементарно Кто узнает адреса приютов Тот может подкидывать То есть вы молчите об этом Не говорите Про то, что Мы находимся там-то, там-то Потому что иначе Просто Приюты никогда не сообщают Адреса Потому что люди бывают разные Есть добрые Есть недобрые Бывают могут и потравить животных Бывают и подкидывают Это нескончаемый поток А если хоть раз человек был в приюте Он поймет, что приют это не самое лучшее место, конечно Куда можно оставить животное Лучше все-таки, если получается Пристроить сразу в семью Куда-нибудь в семью Ну а чаще путь попадания в приют животного Силами волонтеров Или люди действительно потоком несут Собак, кошек Что вообще происходит в конце концов Да, мы сегодня попробуем понять Что с нами не так Что с людьми происходит, Саш? Я не знаю, что происходит с людьми Мы такие стали занятые Что нам некогда выгулять собаку Серьезно? В этом дело? Ну вы честно, как считаете? Вы непосредственно в потоке этой истории Вот вы своими глазами видите Что происходит? Что же тут случилось? Ну у меня очень много примеров Когда люди просто не рассчитывают свои силы И порой отказываются даже от породистых животных Просто потому что Ну вот взяли щеночка Ой, классно, весело Он такой милый Он такой милый, да Маленький щенок Маленькие проблемы Собака вырастает Собаке нужно больше внимания Съел пару ботинок, да? Да Ну это как бы Кто-то к этому спокойно относится Кто-то злится Ну и в любом случае Люди потом понимают Что, ой, оказывается У меня нет времени элементарно Погулять с животным Покормить, куда-то уехать Это проблема И бывает, что Либо отдают В лучшем случае В лучшем Могут даже выкинуть Потому что породистых На улицах тоже не меньше А вот эти вот истории С... Возьмите котеночка даром Которые сидят Бабушки там Где-то на остановках На Ленинском рынке Я знаю Это вообще ужас Смотришь на этих бедных Котят и щенят Которые в сетках там Ну... Там еще, да Там очень страшно Брать у этих людей Животных элементарно Потому что они Могут быть непривитые Необработанные Да вообще не факт Что они выживут Там ближайшую неделю Бывало У меня знакомая Брала тоже У такой бабушки Котенка В итоге котенок Прожил две недели И умер Непонятно в итоге Отчего Но вроде как инфекция А если взять Домой собачку Нужно жить в Новосибирске Или в области Можно? Вот такой вопрос Пришел Животных отдают Не обязательно Жителям Новосибирска Можно в области Единственное Когда отдается Животное из приюта Это отдается По договору С дальнейшей возможностью Отслеживать Судьбу животного Потому что Да Очень много случаев Когда люди из приютов Забирают себе Домой животное Так же недельку Поигрались Да И бывает Что по каким-то причинам Они почему-то боятся Может быть Позвонить в приют И сказать Что вот извините Я не рассчитал Свои силы Поэтому Бывает что И выкидывают Бывает животное Убегает Такое тоже нужно понимать Что если берете Животное из приюта Животному нужно Адаптироваться Какое-то время То есть привыкнуть к вам Радио 54 Первое Областное радио Редактор субтитров